О том, насколько уходящий год был успешным для региона, можно судить по количеству введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. Это дома, школы, детские сады и другие социальные объекты, от которых зависит качество жизни в регионе. С обзором основных объектов строительства, которые были завершены или начаты в этом году, вас познакомит моя коллега Ирина Нежалова. В январе текущего года в поселке Оськара официально открыли новый детский сад. Существенную финансовую поддержку при строительстве оказала компания «Газпромнефтшельф». История долгожданного здания для Усть-Карского детсада началась еще в 2012 году. Работы на объекте должны были закончить в 2014, но строительство затянулось на год. Затем была долгая передача учреждения в собственность округа. 1 сентября 2016 года дети пришли уже в новое здание. А вот официальное открытие состоялось только в январе 2017 года. Изначально были моменты определенного порядка, потому что все-таки здание стояло. Оно же ведь вот в 2014 году, где-то 2015 год, вот и 2016 уже тут у нас вышло. Оно стояло, поэтому система подачи воды, тут проблемки были и определенного технического плана. Но сейчас все стабилизировалось, нормализовалось. В течение осени все привели в порядок. Все там какие-то все недочеты, недоделки устранили в осенний период времени. Сейчас, слава богу, функционирует все. В Даринмаре в начале декабря ввели в эксплуатацию детский сад на 220 мест. В результате около 200 детей в возрасте от 2 до 3 лет получили места в дошкольных учреждениях. Здание детского сада возвели в максимально короткие для северного региона сроки. При строительстве в основном были использованы конструкции, произведенные на местном заводе железобетонных изделий «Заполярье». Этот учебный год юные жители села Нижняя Пеша встретили в новой школе. Это событие стало поистине долгожданным для местных жителей. С тех пор, как снесли старое здание, учебный процесс проходил в трех местах – в детском саду, пришкольном интернате и Доме культуры. Новое просторное здание позволило объединить начальные, средние и старшие классы. Нужно, чтобы ребенок шел с желанием в эту школу, и поэтому вот этот объем, то есть пространство тоже влияет на успехи ребенка в школе. В последних числах сентября долгожданное новоселье отпраздновали учителя и школьники поселка Красное. Согласно госконтракту, здания образовательного учреждения должны были ввести в эксплуатацию еще в 2014 году. Но по ряду причин акта приемки объекта подписали только в сентябре. За парты в Новом Доме Знаний сели 215 учеников. Мы учились вторую смену в сентябре, и для второклассников для нас было не очень удобно, а сейчас все мы будем учиться с первой смены. Просторные светлые классы, все в одном помещении. Большое спасибо за школу. Готовы к эксплуатации двухэтажная школа в селе Тельвиска, рассчитанная на 100 учеников. Ожидается, что официальное открытие объекта произойдет в начале 2018 года. Помимо строительства и ввода в эксплуатацию детских садов и школ, в округе строятся и другие объекты. Так, в октябре этого года в селе Коткино запустили новую ферму на 400 голов с технологией беспривязанного содержания. Объект за собственные средства построил колхоз Сула. Как обычно говорят, чтобы начать какое-то дело, нужен первичный капитал. Естественно, если бы не было этих средств, нужно было брать кредиты и за счет кредитов строиться. В нашей системе, как бы получается, мы одновременно еще и судно строили. И сейчас я рассчитывал, что судно достроим, аккуратно можно будет строить ферму. Ну, так же примерно и получилось. В поселке Красное также в октябре текущего года торжественно открыли молочно-товарную ферму на 100 голов. Большое спасибо строителям, нашим подрядчикам, в лице Терентьева Олегу Михайловичу, он представляет данную организацию строителей. Не считаясь со временем, с погодным условием, все-таки они возвели этот объект и сдали его нам в должном виде. В селе Тельвиско этим летом приступили к возведению нового телятника на 700 голов. Заказчиком строительства является Нинецкая агропромышленная компания. Завершить работу на объекте подрядчик должен к концу октября следующего года. Строительство ферм стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке, субсидиям из окружного бюджета, которые получают аграрии на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Фактически сэкономленные средства они могут вкладывать в развитие собственного производства. Говоря о новых объектах, нельзя оставить без внимания жилищное строительство. В текущем году были введены в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов на Ринмаре и поселке Искателей. Это 233 квартиры, общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров. 13 жилых домов были введены в эксплуатацию в населенных пунктах округа. Департаментом строительства ведется общая политика по строительству объектов на территории округа. И работа достаточно была сложная, но тем не менее мы считаем, что достойно справились с заданием, потому что жилые дома, которые были запланированы, практически введены все. Есть ряд домиков, которые отстают сейчас от графика, но строители наверстывают этот график. И к лету будет завершено строительство и на авиаторов, и жилых домов в Искателях. Подводя итоги уходящего года, хочется напомнить о том, что в этом году удалось решить проблему с двумя долгостроями – школами в Красном и Нижней Пёше. Работа по остальным объектам строительства продолжится уже в следующем году. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.